Это тестовые соревнования перед универсиадой в Бобровом лагу. Они проходили с 5 по 9 марта. Из 17 регионов страны в Красноярск приехали более 150 спортсменов. Организаторы отчитали, все прошло гладко, как универсиаде готовы. Но спустя несколько дней выяснилось, шесть участников получили травмы и одна смарт-пенка очень серьезную. Во время спуска победительница двух универсиад, чемпионка России по горнолыжному спорту Дарья Овчинникова сломала голень, а позже уже в больнице потеряла память. Журналист Андрей Агафонов написал об этом на своей странице в Фейсбуке. По его словам, в БСМП помощь оказали не своевременно. На просьбу сделать рентген доктор ответил, рентгена нет. Предпраздничный день, все отдыхают. На следующий день Дарья Овчинникова впала в кому. Родственникам сказали, что, возможно, у нее жировая эмболия. От жировой эмболии можно умереть за несколько часов. В целом смертность 10-20%. 7 марта операцию Даши не делают. Она лежит на растяжке в реанимации. Родственников туда не пускают. Диагноз на сайте БСМП. У пациентки Овчинниковой до сих пор перелом голени. Отлично подготовились к универсиаде. Нам удалось связаться с братом Дарьей Алексеем. Он навещал ее в день, когда все случилось. Он рассказал, что состояние сестры ухудшалось постепенно. Сначала она была в сознании. Только после этого девушку перевели в реанимацию и поставили диагноз жировая эмболия. Она, возможно, в 10% случаев при переломе трубчатой кости. И, по словам врачей, предотвратить это нельзя. При этом, как уверяют медики, как только спортсменка поступила в БСМП, ее обследовали, сделали компьютерную томографию. Дополнительно еще сделал не один раз рентген снимок кости голени, потому что травматологам им не устраивает их для проведения оперативного вмешательства, для правильного наложения скелетного вытяжения, для правильного гипсования. Им нужна фотофиксация. Оперировать или нет в день травмы, этот вопрос дискутабельный. Спросите двух травматологов, у них будет три разных мнения. Решать, когда делать операцию спортсменки, будут в среду, но медики настаивают, сделали все необходимое. Также будут работать и во время универсиады. В дирекции зимних игр тоже ничего критичного не видят. Спортсмены всегда травмируются. Однако многие участники соревнований отмечали, что трасса подготовлена плохо, вместо снега на спуске был лед. Очень сложно на таком снегу тренироваться, выступать, потому что намного больше усилий надо прикладывать. Я ехала просто на технику, я не хотела скорости, потому что лед это, они и так хоть сто ошибок сделают, тебя все равно разгонят при таком льде. Ну, это каток. В дирекции универсиады уверены, сколько спортсменов, столько и мнения. Подготовку трассы оценивали эксперты. Есть профессионалы, которые имеют опыт больших, крупных спортивных мероприятий. И они подготовили трассу на высочайшем мировом уровне. Трасса, да, была жестковатая местами, но так и делается на больших, крупных мероприятиях. Только они, как профессионалы, могут оценить, какого уровня является трасса. И только они, как судьи, могут принять решение, допускать или не допускать трассу. Тестовые соревнования – это как лакмусовая бумажка масштабных международных соревнований. И пока итог такой, какой он есть. А тестовые соревнования продолжатся. Маргарита Диванова, Владимир Антонов, Николай Чистяков. Новости ТВК. Новости ТВ. Новости ТВ.